Дорогие друзья, уже Александр, Варкиян. Сегодня у нас знаковая пресс-конференция. Проведение больших знаковых спортивных мероприятий открывает Украину и для Европы, и для мира. В этом году в Украине пройдет юношеский чемпионат по баскетболу, европейский юношеский чемпионат по баскетболу. Это важное событие пройдет с 8 по 18 августа. И проведение юношеского чемпионата по баскетболу Европы станет практически новой точкой отсчета истории баскетбола Украины. И, конечно, очень важной векой подготовки Европаскета 2015. Такие большие праздники привлекают внимание и мировой общественности Украины. Такие большие праздники повышают желание заниматься спортом, привлекают молодежь к занятиям спортом и здоровым образом жизни. Для страны организаторов это не только праздник спорта, это возможность открыть и показать себя всему нему. В юношеском турнире сразятся 16 лучших баскетбольных команд Европы. Среди юношей до 16 лет будет проведено 72 игры. Слоган соревнований «Слети навстречу вызов». Динамика логотипа, который был сегодня представлен, отвечает стремлениям молодых спортсменов. Самоотверженно бороться и побеждать в этом сложном соревновании, преодолевать себя, преодолевать обстоятельства и выходить победителем. Этот логотип побрал в себя элементы украинской культуры, которая будет представлена тоже в рамках фестиваля. Я думаю, немного больше о разработке и подготовке логотипа расскажут уже Александр и Маркиян. Для меня это всегда была мечта. Мы мечтали и когда бы не было мечтаний, не было бы этих результатов. Все таки, конечно, для меня это было очень важно, потому что я всегда хотел, чтобы Украина была баскетбольной Украиной, не только футбольной. И в Украине есть большой баскетбольный потенциал, и я думаю, что Европейский 2015 у нас новая поштовка развития баскетбола, а те соревнования, которые будут проводить до Европейского 2015, это то, что в этом году Кадетский чемпионат, и наступного года мы тоже будем проводить другие чемпионаты, я не знаю, какие еще вековые категории, но мы будем проводить. Так что мы и были, и они отличаются в жизни, так что я очень рад, что сейчас есть люди, которые работают на стране, работают на баскетболе, и эти люди будут проводить, как они будут проводить. Мы виноватимы выбрали группу компаний «Брандия Централ», которые помогали созданию логотипа чемпионата Европы в футболе в 2012 году. В основном, компания «Брандия» была та компания, которая создала логотип футбольного чемпионата, и мы решили покластися снова на их опыт. И я хочу с учебной приемностью запросить сейчас до слова Микеля Биана, который приехал в Украину с чаревной Филиппой, для того, чтобы презентовать сегодня логотип. Это не нашу первую очередь в Украине. Мы были здесь в году в 2012 году. И мы создали бренд, который вы все равно помните, потому что это было довольно важным для вас. И для нас это было, и для нас это было, и для нас это было один из наших брендов, которые в нашей компании, которые мы были наиболее рады. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У undertakekee бассейн и министерверского чемпионата «баскетбол» Cچhilторскогоanse". В Украине. И ejemplo то, что мы делаем завет. Это проявлkitное. Продолжение следует... Бассейн и гульон и ничь compliqué. Таким образом они począt Slo� Region Distир' Большая бренд всегда инспиренда на truth. И это мы пытаемся найти и создать правду, и создать концепцию для этого бренда. В этом случае мы взялись что мы нашли в баскетболе и в Украине, как замечательный стран. Что мы пытаемся найти, что мы пытаемся найти, что в этих двух реалитетях. Таким образом, что это правда, это работа мы делаем с ЛОК, и с многими обсуждениями. Украина является трудной коммуницией и вероятность в их ют. Это очень важно. Украина показала, что она способна, и что она продолжает показывать что украинский потенциал. Украина говорит, что украинский потенциал, что украинский потенциал. Эти цветы и цветы, и цветы, и цветы, и очень сильно вредны в два днях. Но когда украина в течение двух дней окружающих в Украине, которые мы занимаемся, что мы говорим о новой генерации, И мы знаем, что не только игроки, но и спорта, что Украина считает, что новая генерация будет иметь огромную роль в развитии страны и в спортсмене. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Спорт уничтожает людей и здоровый и энергетический жизненный, который живет и живет. Еще важный message, что молодые генерации должны быть рады о их культуре и о их керрики. Еще важный message, что молодые генерации будут получать, что они действительно должны быть в будущем. Как вы хотели бы получить что-то, как вы в этом году велики, как вы можете получить линейтский жизненный, как вы велики, как вы велика, и велики, как вы велики, 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 велики. В конце концов, мы должны создать бренд с сильными впечатлениями, как я сказал, которые вы поедете в свой динамизм, в форме ваших традиций и наше сенсорство, Stars, shades and patterns from the Vizanka, with its white lines defined in the logo letters. Figures in a setting of position, meaning the start of something still to come, holding together a basketball as a sign of harmony between nations. With this brand, Ukraine not only takes off, but also offers you their take-on basketball. Ukraine is ready, and I think the movie with the brand also is ready to be presented. Thank you. Thank you, Mikkel. I will again invite you to the word of Alexander. Dear journalists and guests, I do not want to hold the intrigue very long. Now we will see how the logo looks. I will show you the animation. A story of life made eternal. A story of colors made of joy. A story of ambition shared together. A story told by the soul of the nation to the heart of the game. A story of course made of joy. A story of his been a proudest of a year. A story of the nation to the heart of the mother-in-law. A story of his father, who is the most successful in the camp, A story of his master. A story of his father. A story of his brother. It is now to show you how how the logo looks on the big stage. Спасибо. Вони вже відомі, вони готуються до цього турніру. Це 16 команд-учасниць. Сьогодні було сказано 72 матчі. Матч відбудеться на двох майданчиках Київського балансу спорту. Основна площадка буде поділена навпір. Таким чином ми зможемо синхронно проводити усі матчі. Ви бачите відвідуваність матчів в різних країнах. Ми сподіваємося, що багато молодих прийде на матчі не тільки української національної, але й іншої команди. Для того, щоб побачити тих зірок європейського баскетболу, який вже в недалекому майбутньому очевидно виступатиме за своїй національній команди. Далі туди. Ось перед вами фотографії відомих, очевидно, вам баскетболістів, тим, як Марк Геодорь, як Андрій Кириленко, як Рікі Рубіо, і Йонаса, і Валенчуна, і ті баскетболісти, які, свого часу, починали в рамках таких турнірів і ставали зірками своїх країн. Мені дуже приємно анонсувати, що буквально з сьогоднішнього дня максимум завтра на ранок починає роботу офіційний сайт. Чемпіонат, ви бачите, він вже виготовлений в рамках нашої символіки. У нас буде україномовний сайт, який працюватиме для того, щоб усіх, хто побажає, могли заходити на сайт ФІБАІКРОПа і подержувати інформацію, яким чином потратити на матчі молодіжних команд. Ви бачите статистику, яка демонструє про те, що у 2012 році було 460 тисяч невидувань вверху сторінки, 2 мільйони 300 тисяч переглянутих сторінок і велика кількість переглядів матчів на ФІБАЮРОП ТІВІКРОП. Далі, будь ласка, це інформація про акредитацію представників засобів масової інформації. Початок акредитації буде оголошено у травні трошки згодом. І корисна для вас інформація, де можна одержати фахову інформацію для вашої роботи.